Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 сентября, продолжаю дегустацию томатов сорта Козула. Напоминаю, кто предыдущие видеоролики не смотрели, что это томаты, авторские томаты, селекционера Анны Янковски из Польши. Мне прислали из Латвии, поэтому я сею впервые и сама узнаю, изучаю сорта, провожу идентификацию, ну как с описанием, тем, которые мне прислали, с описанием на сайтах и пробую на вкус. Вот перед этим попробовали Козула 125, который у меня в каталоге под номером 577. Называется он Черно-малиновая зебра. Он сладковатый, но не очень высокий процент у него сахара. Потом Козула 156, ну вот кто понимает уже, ясно, что бекалор оранжево-красный, он должен быть сладший. Он получился действительно очень-очень сладкий, в каталоге под номером 576, этот с повышенным содержанием сахара. Короче, это как десертный томат, а этот ближе как к нормальному томату. Сейчас буду пробовать Козулу 138, сейчас мы ее поменяем местами. У меня в каталоге она под номером 575, большие номера обозначают то, что томаты эти у меня первый раз, первый год появились. И вот такая она на картинке. И везде, где я смотрела на сайтах, ее почему-то указывают малиновая зебра. Не знаю, может быть на самом деле, но у меня вот здесь просто написано, Козула 138, что малиновая зебра, она не указана. Также высокорослый, индотерминатный, он идет, этот сорт как среднеспелый. Вот плоды такие, не сердцевидные, как вот эта соседка, а плоскоокруглые, массой 200, 300, 400. Первые были крупнее, сейчас уже идут последние. Позже, и вот на таком на красном фоне зеленые полоски и какие-то вот, ну какие штрихами, короче она как тигровая. Внутри я вот разрезала, может быть поэтому ее называют малиновая зебра. Внутри я разрезала, даже несмотря на то, что томат был не сильно, ну не выспивший, не совсем до конца. У нее как малиновые вот такие там разводы. Написано, что она сладкая, с приятной кислинкой. Сейчас я ее попробую, отрежу немножко кусочек. Но все-таки, конечно, превосходят по содержанию сахара, это вот эти вот с красными, желтые с красным. Да, это тоже, она сладкая, приятная, но кислинка присутствует. И вот это пока самая сладкая, козула 156. Пока ее никто переплюнуть не может, обогнать. Сейчас посмотрим, что про козулу 138 пишут на сайтах. Те производители семян, которые уже торгуют ей много лет. У меня, так как первый год, я на свои, как сказать, наблюдения и ощущения, конечно, опираюсь. Но все-таки подтверждения в интернете всегда ищу, чтобы у меня сошелся весь калейдоскоп. Чтобы и здесь было описание и картинка, и у меня была такая же. И на сайтах других продавцов тоже была такая же информация. Сейчас пойдем смотреть ее. Ну вот здесь вот на сайте продавцов других написано 138 малиновая зебра. И вроде как плоскоокруглые, вроде как они такие, но я понять не могу. Тут они в природе, если бы они вот так положили их, было бы видно. Тут они прям во время роста, ну вроде похожи. Вот как раз на этом сайте я увидела, что козул оказывается очень-очень много. И я увидела здесь другие сорта, которые тоже захотелось. Вот смотрите, вишневый шоколад, потом фиолетовая зебра. Столько красавиц козулу. Ну вот, третий сорт козула 138, который я продегустировала. Если все собрать в кучку, это высокорослый, вот такой вот тигровый пестрый. Называют его малиновой зеброй. Он сладкий, но все-таки кислинка присутствует. И по сладости уступает вот козуле 141 и козуле 156, которые бикалоры, желто-красным. Все, переходим на следующую козулу. Продолжение следует...